В дневнике психиатра Виталия Портнова интересная публикация, которая называется «Эротик и порнография» или «Что есть что». Он интересное даёт определение «Что есть что» и по этому поводу, но всё-таки его нужно было уточнить. В этом поводу я написал эссе «Эротика и порнография интересная тема. Автор почти прав. Дело в чувстве меры, а точнее в чувстве». Чувство меры отличает порнографию от эротики. Автор прав, говоря, что надо общим глазом смотреть на живую женщину, а не на детали. Должно возникнуть чувство любви. Потом уже можно восхищаться детальными. Почему автор почти прав в определении? Потому что дело не в мере подробностей, изображений, близости, а в мере любви, то есть в чувстве. Причём чувстве любви в широком смысле этого слова и в прямом. В прямом. Если есть любовь между объектами, и кто-то из них будет изображать, не будет порнографии, Какими бы смелыми ни были сцены, автор не принялся бы изображать, Никогда ухо женщины не вздрогнет ни от пошлости, ни от отвращения симптома порнографии. При любых смелых словах возлюбленного, наоборот, восхититься. В широком смысле автор должен любить мир. Любовь к миру – это единственное, что отличает бездарность, как не раскрывший этот талант, как незрелое зелёное яблоко. От гения, который мир восславляет всем сердцем. Вот возгласы гениев. Узнаю тебя, мир, принимаю. Блок. Мир тебе, отшумевший жизнь, Мир тебе, голубая прохлада. Есенин. Весь мир не стоит слезы ребёнка. Достоевский. При таких установках любая смелая картина близости в любой мере никогда не будет порнографии. Примеры. Возьмём самый тяжёлый случай. Пушкина, Гавриляда, и арабскую сказку «Тысяча одной ночи» «Тысяча одной ночи» и «Чистушки». У Пушкина, Гавриляда, жутчайшие нарушения чувства меры, дозволенного, и улыбаешься с кислой улыбкой, но не вызывает отвращения, просто хочется закрыть, так как нарушается природное чувство стыдливости от использования неприличных слов и всех сцен. Но тоже шепнёт возлюбленный на ухо возлюбленный, если это будет его истинным желанием, то не будет нарушения чувства стыдливости, так как за словами будет стоять ощущение любви. Поэтому Пушкин стыдился. Это единственное написанное, что хочется закрыть. В арабской сказке тоже вершина нарушения меры дозволенности, но красота образов заменяет неприличные слова и не нарушает природное чувство стыдливости. Ну, насколько помню, на память и он ввёл своего разгорячённого скакуна в её прекрасные ворота. Это красиво и только. В матерных народных частушках тоже могут встретиться неприличные слова, но они не вызывают отвращения, так как это только видимость обнажённости, а на самом деле кроме шутки ничего нет, потому мы всегда и смеёмся, слушая их. Но если нет ни любви к объекту и ни любви к миру, любая эротика, пошлость, вызывающая разочарование, и любое подробное изображение близости будет порнографией, вызывающей отвращение. Вот, кстати, индийские скульптуры, как не были бы обнажены сцены, любовные, сексуальные, но это нет конкретного изображения человека, а есть вообще женщины, вообще мужчины. Это, во-первых, обобщённость такая, и кроме того, это красивые формы. Поэтому и нет отвращения. В заключении стихи гениально было так у Джавы, где и эротика, и изображение близости, но искусство поэта, любящего весь мир, делает картину изысканной. А что я сказал медсестре Марии, когда наступил рассвет? Ты знаешь, а вот офицерские дочки на нас, на солдат, не глядят. Мария лежала, раскинув руки, тихая, как река, и волны клевера набегали, и мы качались на них. Но любовь вряд ли была между объектами, а были скорее поиски и страдания. Но есть любовь к миру хотя бы, и она вся скрадывает и остаётся очарование. Очарование. Вот ключевое слово, чтобы отличить искусство от подделки. Есть очарование, есть искусство. Нет очарования, подделка и отрава. То же и в эротическом, или изображении интимного, если есть очарование от изображения, эротики и близости, то это не пошлость и не порнография. Это искусство. Если есть отвращение вместо очарования, это не духовная пища, а это порнография и отрава. Продолжение следует... Продолжение следует...